Сет! Супер игра! Если бы меня спросили, как набрать самый гениальный на свете первый класс, я бы сказал, чемпионат по сету. Берете, обучаете потенциальных первоклашек правилам, даете им три дня всем на тренировку и фигачите чемпионат. В нескольких группах по три-четыре-пять человек собрали, лидеры играют друг с другом и в конечном счете вы отбираете самых крутых. Я думаю, что из этого класса можно делать все, что угодно. Примерно так через другие детские игры набирал класс Яков Иосифович Абрамсон, мой хороший товарищ, коллега и собрат по разуму. Так что же такое сет, что это за игра такая? Смотрите, здесь изображены странные символы в каком-то количестве, какого-то цвета, какой-то формы и какой-то еще и внутренней заливки. То есть здесь, грубо говоря, у меня четыре разных признака, которые данную карту специфицируют однозначно. Сколько предметов? Три, два или один? Какого они цвета? красного, синего или зеленого? Какая в них заливка? И, наконец, кто они? Вот такая вот загогулина Бориса Николаевича Ельцина, вот такой вот овал или ромбик. Ну вот, соответственно, у меня какое-то количество карт. А кстати, а какое? Если все варианты встречаются по одному разу. У меня есть четыре признака, и каждый признак принимает любое из трех возможных значений. Ну, правильно, любой первоклашка сразу скажет, что три в четвертой. Три умножить на три, умножить на три, умножить на три. И в самом деле, если выложить пустые карточки, которые запасные, в каждом сете ровно 81 карта. Как-то мы облажались, я говорю, сейчас мы посчитаем, будет 81 карта. Стал вот этими картинками считать, а их 83. Надо мной давать все ржать. Я говорю, не, подождите, так не бывает. Открыл и нашел две полностью пустые, которые были просто запасными. Карточек, конечно, должно быть 81. Но что, в чем заключается, собственно, игра? А игра заключается вот в чем. Их выкладывают в количестве 12 на стол. Несколько человек одновременно смотрят на этот стол и ищут комбинацию, которая и называется сет. А что три карточки, что для любого из четырех признаков среди этих трех карточек либо полное единообразие, либо максимальное разнообразие. Например, они все должны быть одного и того же цвета, либо наоборот все трех разных цветов, то есть синий, зеленый и красный. Они все должны содержать ровно три предмета, например, да, или ровно два предмета. Или напротив, среди этих трех карточек есть карточка, на которой три предмета, карточка, на которой два предмета и карточка, на которой один предмет. То же самое с заливкой, либо все одинаковые заливки, либо трех разных видов заливки. И то же самое с формой, либо, например, все три ромбы, ну или овалы, да, все три. Или все три разные, овал, ромб, загоголина. ну вот здесь очень много красивой математики помимо того что это вообще очень сложная игра вот эту игру я например своим детям проигрываю понимаете я не успеваю находить эти сеты они находят быстрее чем я то есть вы пытаетесь как-то вот искать так как бы это как бы это блин как вот это 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 одного цвета но блин вот заливка разная да да и форма тоже разная так и количество разное так а вот это как есть здесь цвет вообще или нет вот я беру вот эти например ты это сет или нет это не сет потому что два овала и 1 загогулина есть хотя бы один признак по которому уже не полное единообразие и не полное разнообразие то есть два одного типа и один другого все значит уже не сет но вот ищу 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 но вот к стыду своему я здесь данный момент сета не вижу хотя скорее всего он есть но я буду долго смотреть а плохо в нее играю самые сложные для отслеживания сеты это сеты которые выглядят так все три признака разные я все-таки нашел смотрите какой сет все четыре признака разные у нас все цвета разные все заливки разные все формы разные и все количество разные вот это такой значит сет триумф по каждому признаку полное разнообразие и я его себе забираю как взятку я нашел сет отлично тогда докладывается дальше и снова все ищет кто взял взятку значит берет опять докладывается и так далее бывает так что среди выдачи вот этих вот 12 карт нет ни одного сета так случается тогда докладывают еще три карточки 15 на моем веку я все это поиграл некоторое количество раз два года назад летом когда мы на байкале были со всеми детьми все хором жили там долго и мы очень много в нее играли я пару раз видел ситуацию когда на 15 карточках нет ни одного сета тогда докладывают еще я было предположил что на 18 карточках уж точно сет должен быть и даже высказал в свое время гипотезу я говорю должно быть два в четвертый нас 4 признака должно быть два в четвертый карточек чтобы максимальное количество карточек при которых может не быть сета а вот если у нас два в четвертый плюс один то есть 17 тоже точно будет и соответственно для 18 тоже должно быть точно должно быть мой сын мишка которому тогда было 14 лет сказал сейчас я подумаю я говорю ладно я пока пойду прыгну с пирса байкал выкупаюсь я пошел байкал купаться прыгнул с пирса через пять минут возвращаюсь он будет пап ты обломись короче даже если мы рассмотрим 27 карточек одного и того же ну например цвета да то есть рассмотрим три признака из четырех цвет возьмем один и тот же скажем все они будут красные их тогда будет 27 я уже могу тебе предъявить 9 таких что что сета в них не будет ну а если так то понятно что я могу предъявить 18 в обычном сете на четырех признаках сделав 9 красных таких где сета нет и 9 зеленых таких где сета тоже нет в точности тех же которые были только теперь зеленых докажите сами что в такой выдаче сета не будет тем самым моя первоначальная гипотеза про два венны где и она то число признаков но обычный сет на четырех признаков но можно рассмотреть цвет на трех признаках кстати а вот он это сет на трех признаках взаимоднозначное соответствие можно сделать значит вот одно один признак это ближе ко мне в середине и дальше другой признак левее центре или правее и третий признак выше в центре или ниже и все карточки будут находиться в взаимно однозначном соответствии с со всеми кубиками маленькими кубиками этого кубика рубика вот то есть set на 3 признаках это кубик рубика а set на четырех признаках да нет ничего проще это Это четырехмерный кубик Рубика. И все. Ну, сами вы с детства занимаетесь, правда, поисками разных фигур в четырехмерном пространстве. Вот загляните туда. Соответствующий кубик по три вот так раздлинованный по всем четырем направлениям и представляет собой комбинацию всех кварцеток. Вот. А что же мы там ищем? Это, кстати, отдельно очень интересный вопрос. Видите, это такое трехмерное пространство с тремя всего координатами, а у этого сета будет четырехмерное. Оказывается, мы ищем прямые. Но прямые надо понимать в определенном смысле слова. Нам нужно ввести арифметику, при которой 0, 1, 2, а дальше вместо тройки идет снова 0. Кто-то из слушателей этого ролика, наверное, встречал уже у меня в других лекциях конечные поля. Так вот, речь идет о четырехмерном линейном пространстве над полем из трех элементов 0, 1, 2. Над полем остатков по модулю 3. Это и есть сет. И мы в этом четырехмерном пространстве ищем афинные прямые. Вот и вся разгадка. Но хорошо играть это вам не даст. Ну, как бы никак не поможет хорошо играть это знание. Однако я возвращаюсь к этому потрясающе сложному вопросу о том, сколько раз я еще должен выложить, чтобы гарантированно найти здесь сет. То есть, вот я взял случайные 21 карту. Найду я здесь сет или нет? Ответ. Найду. Давайте обозначим за φ от n максимальная выдача. То есть, максимальное число карточек n-мерного сета. Ну, в нашем случае четырехмерный сет. Обычный сет четырехмерный. Максимальное число карточек n-мерного сета такое, что среди них может еще не быть, не существовать вот этого самого сета. То есть, афинный прямой. Эта функция вызвала огромный интерес работающих математиков. Яна Шпах, я его знаю, такой рыжий венгер. Вместе с двумя другими математиками Крут и Лев. Крут, Лев и Пах. Такие три фамилии. Они написали статью в 13-м году, где доказали, что для н-мерного сета существует выдача вот такого вот размера, а вовсе не 2 в n, как мне казалось, в которой еще нет ни одного сета. А что же привал их n? n равно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отвечу вам. Здесь, 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 здесь и здесь. Это известно науке, а здесь уже неизвестно. Открытая математическая проблема. Рассмотрим семимерный сет, в котором, соответственно, 3 в седьмой. В таком сете на 2187 картах с 7 разными признаками неизвестно, сколько надо выложить карточек, чтобы заведомо нашелся, значит, вот сет. То есть комбинации из трех, такие, что по каждому признаку либо все одинаковые, либо все различные. Но здесь известно. Ну там 1, 2 – это что-то там вполне очевидное. Пока не расходившиеся с моей гипотезой, уже здесь 9, как Мишка и обнаружил. Здесь 20. То есть в обычном сете недаром говорят выкладывайте до 21 и дальше уже ищите хором. Здесь обязательно должен быть сет. Здесь кажется 45, а здесь кажется 122. Но вот здесь я уже не уверен в ответе. Это надо посмотреть в интернете. А вот здесь уже неизвестно. Но, кстати, это было неизвестно год назад. А кто знает, может, сейчас уже кто-то и открыл. В общем, это вот ряд чисел, который в асимптотике ведет себя не менее, чем вот так. А конкретно как он себя ведет, это совершенно непонятно. Вот такая вот замечательная, нерешенная математическая задача, которая возникла из простейшей детской игры. Ассет здесь вот. И он 2 плюс 2. Он такой как бы двупризнаковый. Два признака одинаковые – это количество и цвет. А два признака разные – это заливка и форма. На самом деле, еще раз я ошибся, когда я изучал эту игру. Я думал, что больше всего вообще сета… Вот сколько всего, в принципе, прямых в четырехмерном пространстве над полем из трех элементов? Сколько их? То есть сколько возможных таких вот афинных прямых? Сколько можно разных троек взять, которые каждый из них является сетом? Ну, кладя обратно, да, то есть вот в этой тройке вот это может, например, участвовать тоже. Здесь есть очень такая подсказка, да, вам, что если я взял две карточки, любые две карточки, то я их одним и только одним способом дополняю до корректного сета. А именно, по каждому признаку я смотрю, одинаковые они или разные. О, здесь это просто. Здесь все признаки разные. Значит, соответственно, третья карточка должна быть другого, чем они два цвета, то есть зеленого. Она должна быть не овал и не загогулина, то есть ромб. Она должна быть, на ней должно быть не один и не три, то есть два предмета. И заливка должна быть штрихованная, потому что не такая и не такая. И также для любых двух карточек других тоже можно сразу восстановить. Например, вот для этих двух будет три синих заштрихованных ромба. И будет сет, в котором три признака разные, а один признак одинаковый. Всего сетов на самом деле 1080, если мне не изменяет память. И 10% среди них, то есть 108, будут три признака совпадать и только по одному различные. Ну, типа там вот этот, вот этот и три таких же, значит, красных залитых овала. А вот дальше 20, 30 и 40%. 20% будут сеты, которые будут, в которых будет, по-моему, все признаки различные. 30% в которых будут два признака одинаковые, два различные. И 40% больше всего будут тех, в которых три признака различаются, по трем признакам различаются, а по одному совпадают. Вот такая вот детская игра, совершенно нетривиальная по своему математическому наполнению. И дети в нее играют, как правило, лучше, чем взрослые. А взрослым я советую улучшить эти оценки, найти фиат 7, фиат 8 и так далее. Пища для ума! САВАТАН 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 Помоги мне стать матан САВАТАН САВАТАН Помоги мне стать матан САВАТАН САВАТАН Помоги мне стать матан САВАТАН САВАТАН Помоги мне стать матан